Всем здорова! С вами я, PandaFX, и сегодня стартует моя старая забытая рубрика, которая называется Squad Builder Challenge. Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания. Я правила немного усовершенствовал, собственно, знакомьтесь с ними. Первое, что мы делаем, это выбираем схему абсолютным рандомом. Раз, два, три и, в общем, схема 4-4-1-1. Далее по тематике выпуска я выбираю гражданство или же лигу. Давайте сегодня пусть будет гражданство и кто-нибудь из топов. Ну, в общем-то, погнали. Раз, два, три, не смотрю. И пусть это будет Англия. Англичане сегодня у нас по тематике. И, собственно, давайте же начнем поиск игроков. Собственно, как это все выглядит. На каждую позицию я захожу на трансферный рынок и покупаю себе игрока рандомно. Первый игрок это у нас Харт. Вот с вратарем мне повезло. Это был очень важный момент. И, собственно, берем этого парня. Ну и, собственно, такими темпами под каждую позицию мы берем первого игрока на трансферном рынке. И покупаем его. Первый центральный защитник. Это у нас Робинсон. Какой нахер Робинсон? Давайте, следующий игрок у нас ЛПшник. Это кто? Синклер. Окей. Так, кручу-верчу. Запутать хочу. Пусть будет левый защитник. Погнали. Кто это у нас будет? О, боже. Пейдж. 200 монет. Что-то как-то неприкольная Тима пока что собирается. Правый полузащитник. Пожалуйста, кто-нибудь классный дайер. Ладно, давайте. Настало время центрального защитника. Кто это у нас будет? Я что-то даже не знаю, что ожидать от первого выпуска. Чувствую, это будет очень весело. Ладно. Пока что лучший игрок в моем составе. Ладно, ребятки. Переходим к ЦФД. И это у нас Деляли. Вау. Первый классный игрок. С ума сойти. Второй центральный полузащитник. Дейвс. Какой-то серебряный бич очередной. Ну и, собственно, пацаны. Вишенка на торте. Нападающий. Самый главный чувак, который должен тащить нашу команду. Его мы будем выбирать по другому методу. Мы заходим на трансферный рынок. Также выбираем форварда. Англичанина. И минимальный прайс идет от 100 тысяч монет. То есть, в теории, нам может попасться даже кумир. И, собственно, давайте. Поехали. Кто это будет? Уилсон. 84. Ну и, собственно, пацаны, главное правило. Я играю один матч, если проигрываю Квикселю весь состав. Все или ничего. Если вам эта рубрика понравится, пацаны, опять же, попрошу вас поддержать меня лайком. Чем больше лайков, тем больше я понимаю, что вам рубрика эта заходит. И буду, собственно, ее продолжать выпускать. Играю, парни, я в первом дивизионе. А это значит, слабых соперников по умолчанию не будет. И мне кажется, что мне пизда. Ладненько. Не будем заднюю сдавать. Играем. Чего уж поделать. Соперник нажимает паузу на первых минутах. Наверное, какие-то замены. Там хочется сделать атаку Дэвис. Да, парни, я вообще не представляю, как играть против такого соперника. Защита моя, конечно, это полный пиздец. 42 и 32 пейс. Это гол. Да, первая минута это гол. Может быть, так сразу и закончим. Я просто сейчас сделаю рейдж-куит и все, до свидания. По-моему, блядь, как же фикир этот носится. Ёбаный рот. Пожалуйста. Харт. Ну вытащил же Харт, ну почему? Пиздец, блядь. Как же обидно с такой ебаного от сколько пропускать голы. Блядь, ну, я, конечно, мог поступить как Дэнчик Фломастеров или как Кефир там, перед тем, как начать рубрику, ливнусь там в 10-й дивизион. Но, видимо, это фактически гениально было начать с первого пиздец. 3-0. Ну что, парни, делаем ставки в комментариях, какой будет финальный счет. Ставлю где-то на 6 или 7-0. Это пиздец. У меня вообще них не получается, блядь. Так, хотя подождите. Подождите, парни. Тут этот бежит. Синклер. Пожалуйста. Хороший прострел. Ну, ну сейчас хотя бы шанс дайте мне, блядь. Я, конечно, в теории мог бы ливнуть, там, знаете, сделать вид, будто этого матча не было. И начать сначала, там. Проебу достойно. О, боже. Мистер 41 Пейс. Бля, парни. Мне сейчас кажется, рекорд Ютуба влетит, блядь. Сейчас я проиграю за счетом 10-0, блядь. Так, Дэль Али. Блядь, Дэль ебаный Али. Не мог забить. Я, конечно, понимаю, что шансов особо мне не прибавилось от этого. Ну, хотя бы не в сухую. Файта Пайвусом убегает. Да, беги, Дэль Ализа, блядь. Ну, ебаный рот. Почему Дэль Ализа такой быстрый, блядь? Я не знаю, как это комментировать. Ну, типа, я просто наслаждаюсь тем, как играет мой соперник. Просто берет нападающего, отбегает моих игроков с Пейсом 30 и забивает. Просто, вау. Улыбающееся лицо, облизывающие губы, улыбающееся лицо, облизываю... Пиздец, сейвы хуярит. Давай, давай. Один гол можно забить. Один можно забить. Не, ну, конечно, Уилсон, как только что сыграл, это пиздец. Типа, у него там финишинг под 90. Я бил с правой ноги. Как он не забил, это, конечно, тотальный пиздец. Он даже замены делает. Ты серьезно? При счете 8-0 делать замену. Ну, хотя бы один гол. Что насчет прострельчика? И забей хотя бы один гол. И хотя бы один гол. Да, 8-1. Чуваки, сейчас будет камбэк. Ну, был бы, наверное, если бы у меня было чуть-чуть побольше времени, блядь. Все, заканчивается этот великолепный матч. Что я могу сказать? Ничего я не могу сказать, потому что тут говорить особо нечего. Мои центральные защитники. Два старика с Пейсом 41. Один, конечно, это просто проходной двор. Статистика. Ну, тут все понятно. В следующих сериях я, конечно, уже буду думать о том, в какую штуку суваться. В дивизионы или же в товарнике. Ну, в общем-то, Кликселем весь составчик. Дели Ариэс, в чем у меня был непродаваемый, поэтому именно ими я играл. К сожалению, его галешник ничего не решил. И Уилсон, блядь, запорол такой момент. Выход 1-1. Ну, конечно, он ни на что не влиял, но факт остается фактом. Минус 100 тысяч. Прощай, Уилсон. В общем-то, пацаны, вот такой вот выпуск. Опять же, если вам понравилось, поддерживайте лайками. Пишите в комментариях, что вы думаете про эту рубрику. Нравится она вам или нет. Продолжать или нет. Может быть, есть какие-нибудь советы по улучшению. Там, допустим, выбирать только золотых игроков. Или там плюс-минус серебряных, чтобы не было прям откровенных бронзовых вещей. Так что, если у вас есть какие-то светлые идеи, пишите в комментариях. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем хорошего настроения. Покедова!